Я хочу вам рассказать такую историю. Мы жили в Октябрьском. У нас было трое. Я с 35-го года, сестра с 37-го. Она родила 10-го мая, ее назвали Майей. И брат Альберт, и он с 39-го года. Уже нет мамы и нет брата, сестра в концлагере. В день освобождения умерла. Мы купили дом в деревне 6 километров от Октябрьска. Отец ушел на фронт, а мы остались ни с чем. И бабушка ей говорит, Вера, бери детей, езжай в Паречье, деревня Паречье. Мы уехали, потому что власти не было, как бабушка сказала. Очень голодали. И бабушка голодала, и мы голодали. Магазины разграбили, что наши, что немцы. Соли не было, и мама варила удобрения на сковородке. Картошку где-то добывала, чего-то такое. И это удобрение испарялось, и там такие вот кристаллики были, подсаливали. И немцы стали сжечь. Октябрьский район, это была партизанская зона Родобельской республики, Граховского. Очень большое партизанское движение. Мамин брат сразу ушел. Партизаны свирепствовали, и немцы свирепствовали, и отвечали. И они стали сжигать деревни. Говорили, что бабушку вели под ручки. Закрыли их в сарае. Мужиков отдельно, детей и стариков, и женщин отдельно. На попелище мама нашла кусок своей сестры родной, Кати. Кусок платья. Она замуж собиралась. Очень красивое платье. Дереванная пуговица. Мы пуговицы узнали. А дедушка, когда они все погнались, и тишина стала. У нас так вот лух, улица, река, Нератовка, железная дорога. Жлобин, Рабкор. И он стал бежать. Выскочил и стал бежать. Немцы увидели, выстрелили. Он упал. Упал, а немец наблюдал. Видит, что он не шевелится. Готов. Он пошел свое дело черное делать. А он ползком, почти до темноты пролежал. И в партизанский отряд, где его уже был сын. А потом ночью пришел к нам, я не знаю, как он добрался. И говорит, Вера, бери детей и в лес доберутся и до вас. Сжигают деревни с людьми. И мы эту ночь, а мама молилась, молитвы не к у меня есть. 1907 год из Дании, Санкт-Петербург. Я была такой в политишечке. Она оторвала подкладку и бросила. И мы ночью убежали в партизанский отряд. Там мы какой-то на репли, очень голодали. Иногда дедушка что-то приносил. Он перевозчиком был. У нас озера, полишуки, мы они человеки. И он иногда что-то, если добывал, приносил что-нибудь. Я даже не знаю, чем мы выжили и что мы ели. Я только знаю, что страшно было. И вот однажды утром мама вылазку делает. В деревню ходила мама. Иногда кого-то брала с детей. Чтобы, если деревню не сожгли полностью, кто-то живет. Хоть картошину дать, хоть кусочек чего-то. Торба такая была у ней. И ходили. И в это время она узнавала, есть ли там немцы, какой отряд и что. И вот мама вылезает с этой норы и немецкий автомат. Немец в Маскалате в марте месяце. Нацелим на нее шнель. Она говорит, там показывают три киндер. Он показывает, иди сюда. И она выволокла нас. А уже в это время в лесу, на поляне, уже человека, наверное, может быть 50 было, может 70. Ну кто убежал, когда сжигали? За нас и погнали. Сначала немножко подвозили чуть-чуть. А потом нет, шли пешком. А кто отставал, того расстреливали. И мама нас несла, брата, он с 39 года. Ему ножки все болели. Да голод еще истощенно. Иногда мая цеплялась. Но я само собой. Потом проходили мы через такой фильтр. Стояли немцы молодые, красивые. И отбирали девушек в казино. Некоторые просили ребенка, молодые, просили ребенка, дайте мне твоего ребенка. А тут мама проходит, они шнель показывают в сторону, а этот на руках, а мы за юбки. Показывай. Дальше пошла дальше. И вот открываются ворота, типа такого сарая. Колючая проволока, ток, вышки. Это вы пришли в Азаричи. Это вы пришли в Азаричи. Азаричи, это семь населенных пунктов общим названием Азаричи. Они вокруг были и болото. Вот там, в этом болоте мы и были. Это был март месяц, это был лед, когда мы в этом лагере сидели. Немец ходил мешок, собирал паспорта. Кто сдаст паспорта, того отпустит. Мы есть хотели, шел дождик, шел снег. Мама плед такой только успела взять, схватить. А больше ничего этим пледом она накрывала нас, а сама стояла и тряслась от холода. Есть хотелось страшно. Она пошла, так вот, там недалеко, и приходит и говорит, мы начали плакать, еще силы были. Она говорит, что вот там лежит лошадь, ну или то убитая, или сдохла на территории. И некоторые от нее отрывают, отрезают куски. Может, оторвать, добыть как-то. Мы сначала не хотели еще. А потом, когда уже мама пошла, уже костей не было. Потом был такой эпизод. Мы крайне, как-то край был, и к нашему боку примыкал сарай. И на русском языке объявляют, дети и больные, заходите в сарай. И мы недалеко находились, мы, конечно, туда побежали. Что значит капает, а что значит сарай. Все-таки. И вот никогда не забуду. Мама нас посадила, троих. И сидите, никуда не уходите. А я пойду, может, что-то где-то добуду. Стали люди сначала больнейшими, а потом стали идти здоровые, чтобы спрятаться. И никогда не забуду. Вот зашел мужик, высокий, худощавый такой, серой одежды. И в лице я не видел. Я знаю, что худой, высокий. И увидел, что мама уходила и приказывала сидеть. Он подошел и говорит, а все равно вам подыхать. И выкинул. И выкинул нас с сарая. А в это время мама была недалеко. Мы уже сидели недалеко. Когда обедком набилось, немцы закрыли двери и подожгли этот сарай. И в основном там детей и таких вот слабых помыкидали. Сильные более. И когда крыша пылающая упала вниз, люди внутри стали побремно, деревянный был сарай, вылезать, чтобы переприхнуть вниз. Немцы их расстреливали. Я очень часто, когда говорят про войну, просыпаюсь и трясусь. Я видела, как мужчина черный перелез, водополз, видимо, там он жарко, уже горела крыша шабрит. И он долез, и его убили, и он на землю упал черный. И вот этот образ, и все, и все они сгорели. По сути, именно этот дядька, который хотел, чтобы мы сдохли, он спас нас. Вот так он спас.